Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сегодня очень красивый день в Иерусалиме. Наша группа гуляет сейчас по городу, и мы решили подняться на красивый склон в западной части города и снять специальный выпуск «У меня нет никаких записей, потому что я хочу поделиться тем, что у меня на сердце». Это слово, которое Господь дал мне какое-то время назад. По вторникам в нашем Омега-центре проходит собрание, и там я уже делился этим словом. И я подумал, что сегодня хорошо бы поговорить с вами о сломленности и о том, что Бога волнует разбитость вашего сердца и сломленность вашего духа. Наши зрители очень любят нашу программу из Иерусалима, из-за этих посланий. Но если вы не в курсе, то я путешествующий евангелист. Езжу уже более 40 лет. Проповедую Евангелие с подросткового возраста. Как евангелиста, меня волнуют проблемы людей, над которыми им сложно одержать победу. И мне очень хочется помочь им одержать победу. Я подготовил послание под названием «Благословенность сверху и сломленный снизу». Вы поймете, о чем я говорю через несколько минут. Хочу перейти к истории из Ветхого Завета, в которой есть три персонажа. Во-первых, царь Саул. Саул был из колена Вениамина. Он был первым царем Израиля. У него был сын по имени Иоаннафан. Когда царь умирал, его старший сын становился следующим наследником престола. И по обычаям тех дней после смерти Саула, Иоаннафан должен был стать следующим царем. Но затем происходит разрыв повествования в первой книге царств, и появляется молодой человек из Вифлеема, из колена Иуды, по имени Давид. На тот момент, когда история царя Саула начала меняться, ему было 17 лет. Начиналось все хорошо. Саул был послушным Богу, а потом он возвысился. В его сердце вошла гордость, и он принес жертву, хотя это позволено было только священникам. Он нарушил Божий закон, и Дух Божий отступил от Саула, а злой Дух от Господа начал его мучить. Бог сказал Самуилу, «Я заберу царство у Саула и отдам его ближнему». Именно тогда Самуил пошел в Вифлеем и начал выбирать нового царя на место Саула. Он пошел в дом Исея, там сыновья выстроились перед Самуилом, но Бог снова и снова говорил, «Это не он». Бог не выбрал никого, и тогда Самуил спросил, «Это все сыновья, которые у тебя есть?» И Исей ответил, «Нет, еще есть один сейчас с овцами». Они позвали Давида, и именно его помазал Бог. Очень интересно, что некоторые люди работают над тем, чтобы получить с продвижением, а некоторые лишь стоят в очереди за продвижением. Я имею в виду, что сыновья Иисея оставили все свои дела в надежде получить с продвижения и стать царем. Но Бог хотел, чтобы царем стал пастух. Он просто пас овец. Израилю не нужен был еще один приспособленец и человек с высоким самомнением. Богу нужен был тот, кто будет заботиться о его людях. А Давид все время ухаживал за овцами. Итак, в этой истории есть царь Саул, его сын Иоаннафан и Давид. Много отойду от этой истории и покажу вам небольшую параллель с нашим временем. Если учитывать, что некоторые люди из Библии символизируют некоторые вещи, то мы можем увидеть определенное развитие. Для меня Саул символизирует традиционных людей и традиционные церкви в стране. Иоаннафан — это его сын, который появился из этой традиции, и он связан с ним. Затем из ниоткуда появляется Давид, но он во многом отличается от Саула. Давид — поклонник, а Саул — нет. Он приносил традиционные жертвы, ходил на традиционные служения. Он делал все так, как было нужно. Но Давид писал песни в пустыне, изо всех сил танцевал перед Богом и имел близкое общение с ним. Давид — это Божий человек хвалы и поклонения. Давид убивал медведей и львов, когда никто не видел. Когда Давид отгонял медведей и львов от своих овец, то никакие СМИ не освещали это событие. Мол, 17-летний мальчик убил льва. И рядом фото. Мы знаем, что в то время не было фотографий, но представьте Давида, левая нога которого на льве, а в руках у него голова льва и проща. Дамы и господа, он снова это сделал. Великий воин Давид убил медведя. И фото Давида, держащего медведя за шею, а другой рукой, указывающего на небо. Нет, когда Давид убил льва и медведя, об этом никто не знал. Зачем я об этом рассказываю? Многие люди хотят национальной или всеобщей известности для своих достижений. Но Давид не искал известности, его интересовало лишь Божие благоволение. Но Бог заметил то, что Давид наедине, и это продвинуло его в публичное служение. Хочу немного рассказать вам о нашем служении. Я начал проповедовать, когда мне было 16 лет. Мой отец был пастором в городе Салем, западной Вирджинии. У меня прекрасные воспоминания о той местности. Я окончил школу имени Эндрю Льюиса в 77-м году. Это был последний год существования той школы. И после этого я уехал оттуда и стал евангелистом. И многое из того, что я делал, никто не видел. Я много молился, часто в подвалах церквей. Эти подвалы были пыльными и заплесневелыми, из-за накопившейся влаги. Я молился там. Иногда мне выделяли небольшой кабинет, и там я часами молился и учился. Иногда, если церковь не могла выделить мне какой-то кабинет, то я ставил письменный стол и стул в спальне, в которой я останавливался, и каждый день по 8-12 часов молился и изучал Слово. Это было время наедине с Богом, когда Бог лепил и формировал меня в того, кем я стал сегодня. Он формировал мое мышление и мой характер. Он формировал во мне все, что позже привело к всемирному служению. Я начинал не с всемирного служения, а с убийства льва и медведя, когда никто этого не видел. Поэтому я хочу ободрить вас. Возможно, сейчас вы трудитесь за кулисами. Возможно, вас еще даже не взяли официально на работу, и вы лишь волонтер в служении. Но вы очень посвящены своему волонтерству в церкви или служении, и, возможно, иногда вам кажется, что вас не ценят. Но не забывайте, что вам нужна не похвала людей, а Божие благоволение. Давид не искал похвалы людей. Вот что в нем такого особенного. Он вел свои сражения в тайне, зная, что однажды его ждет славная публичная победа. Победа пришла, когда трехметровый великан Голиаф выступил против страны. Давид сказал, Я смогу его победить, потому что я уже убивал льва и медведя, когда никто не видел. А теперь я убью этого великана публично. Я расскажу вам нечто интересное о Давиде и Голиафе. Согласно еврейскому преданию, когда Давид пришел в долину Эйлат, то услышал, кто сможет устоять перед этим человеком? Он уже 40 дней запугивает армию, и никто не желает с ним сразиться. Затем Давид услышал, как Голиаф хулил имя Бога. Давид знал закон Моисея и знал, что согласно закону богохульника следует забить камнями. Вот почему Давид пошел к ручью и взял пять гладких камней. Он взял пять, а не десять, или один. Много лет назад в Голливуде сняли фильм. В том фильме Давид запустил один камень и промахнулся. Запустил второй и промахнулся. Великан приближается. Давид отступает. Вот, наконец, он берет последний камень и попадает. Поэтому существует предположение, что Давид боялся промахнуться, поэтому взял больше камней. Но это неправда. Голиаф, Иш, Бибенов. Лами, Сеев и великан из Гефы названы последними великанами, жившими в Святой Земле. Поэтому Давид не просто готовился убить Голиафа. Он готовился убить и остальных четверых великанов, приготовив для каждого из них по одному камню. Мне кажется, что это не что иное, как чистая вера в Бога. И в то, что Бог будет сражаться вместе со мной. Как вы знаете, Давид убил Голиафа. Так он стал героем. Итак, Саул начинает терять свои позиции. Есть еще сын Саула, Иоаннафан. Но он кое-что сделал. Иоаннафан начинает понимать, что следующим царем станет Давид. Поэтому он говорит, «Давид, я знаю, что ты помазан на царство и будешь следующим царем. И я хочу объединиться с тобой и стать твоим партнером». Нам нужно заключить завет. Давид и Иоаннафан обмениваются мечами, одеждами. Они могли бы обвиняться обувью, если бы носили одинаковый размер. Обмен одеждой означает, «Все мое, твое. Мои сражения стали твоими. Мои победы стали твоими. И если тебе что-то понадобится, попроси, я сделаю это для тебя». Иоаннафан сказал то, что стало пророческим. Он сказал Давиду, «Когда ты станешь царем, если со мной что-то случится, пообещай мне позаботиться о моей семье». Почему Иоаннафан сказал это? Он знал, что его отец лишится престола, потому что так сказал Самуил. Он сказал, что никто из потомков Саула не будет сидеть на престоле. Иоаннафан понимал, что если с ним что-то случится, некому будет позаботиться о его семье. Поэтому он хотел убедиться в том, что Давид сделает это. Саул и Иоаннафан пошли в бой и погибли. Вот к чему я веду. Иоаннафан мог остаться со своим отцом, что он и сделал, пойти в бой и погибнуть, или же Иоаннафан мог сделать перерыв и проследовать за Давидом прямо в царство. Иногда мы познаем, что такое вера, Дух, освящение и другие Божьи принципы. И бывает так, что церковь, которую вы посещаете, не верит так, как верите вы. Но вы погрязаете в рутине. Но вам нужно найти место, где движется Бог, и Дух Святой меняет жизнь. Вам нужно объединиться с людьми, которые движутся в Духе Божьем, но это уже совсем другая тема. Иоаннафан погиб в сражении, но Давид помнил о завете с Иоаннафаном и сказал своим слугам, «Остался ли кто-нибудь в живых из дома Иоаннафана?» Да, есть мальчик. Когда он был маленьким, няня уронила его, и это привело к повреждению его ног. Очевидно, что ноги были сломаны, и их пытались исправить, но ничего не ушло. Он стал паралитиком, или, как говорит Библия, хромым. Он жил в Ладеваре. Давайте вначале поговорим о его имени. Сына Иоаннафана звали Мемфивосфей. В корне этого слова заложены такие еврейские слова, как «лицо стыда» или «стыд». Представьте ребенка, чье имя связано со стыдом. Почему? Потому что в культуре того времени из-за своей травмы Мемфивосфей никогда не играл с другими детьми, никогда не пошел бы в бой, никогда не работал бы на обычной работе, и никогда бы не участвовал в победном военном параде. То есть, в то время он мог лишь находиться дома и надеяться, что кто-то позаботится о нем. Мемфивосфей, чье имя на иврите связано со словом «стыд», жил в Ладеваре. Название «Ладевар» состоит из двух очень интересных слов. «Ло» означает на иврите «нет», и «Девар» означает «слово». Итак, Мемфивосфей из Ладевара, что значит «нет слов». Мемфивосфею тяжело, потому что он не получает никаких слов, никто не приносит ему слов ободрения, никто не приносит ему слов от Бога, никто не дает ему надежды на то, что в будущем что-то изменится. Но все это, пока царь не пришел к нему. Да, я очень хочу поговорить о моем царе, царе Иисусе. В этом случае царем был Давид. Царь пришел и сказал, «Послушай, Мемфивосфей, мы с твоим отцом заключили завет, и я пообещал ему, что позабочусь о его семье». «Выжил только ты, и я приведу тебя в царский дворец. Я заберу тебя из Ладевара, с земли, где нет слов, и посажу за мой стол. Тебя будут почитать как царского сына». Вы только подумайте. Этому мальчику ничего не светило. Все о нем забыли. Его жизнь была связана со стыдом, и всю жизнь ему оставалось лишь мечтать о том, как жить нормально. Но внезапно его посадили за царский стол. Там у него появилась возможность познакомиться с Соломоном, обедать и ужинать с ним. Он сидел там со всеми сыновьями Соломона. Но вот еще одна вещь, которую я увидел в молитве. «Я увидел царский стол, и на нем прекрасную скатерть. Когда Давид привел туда Мемфивосфея, его увечья никуда не делись. Тогда не было докторов, которые могли бы его исцелить. Поэтому он все еще не мог нормально ходить. Но когда он сел за царский стол, его ноги были закрыты скатертью, а от пояса и выше он мог двигаться свободно. Он мог разговаривать, смотреть, смеяться и слушать. И хотя он был сломлен от пояса вниз, но от пояса и вверх он был благословлен. Поскольку он сидел за царским столом, это значило, что никто из тех, кто входил во дворец, не видел его изъян. Они видели лишь благословение и целостность. Вот какую я хочу провести параллель. Царский стол — это наш банкет с Господом. То есть, когда мы приходим в Дом Божий и поклоняемся, и слушаем Слово, у нас есть пастыри и служители, которые учат нас Слову Божьему. В любой церкви еще никогда не звучали свидетельства всех людей. Если бы вы услышали истории всех, то были бы шокированы. Вы были бы в шоке от девушек, которые рассказывают о сексуальном насилии со стороны кого-то из родственников. Кто-то может рассказать, что когда-то был гомосексуалистом или наркоманом, алкоголиком или наркоторговцем. Вы могли бы быть в шоке, если бы услышали истории всех людей о том, где они были и как они оказались там, где они и сейчас. Но вот что особенного в сидении за царским столом и в том, чтобы быть частью тела Христова. Вот что особенного в Искупительном Завете. Библия говорит, древнее прошло, теперь все новое. А также, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божьего во Христе Иисусе. Иными словами, как только вы входите в Искупительную работу Христа, то все старое прошло. И тогда вы сидите за царским столом. Вы можете знать о том, что вы не можете ходить. Вы также можете знать, что у вас есть какой-то изъян, как и в случае с Мимфевосфеем. Вы можете знать, что у вас есть какие-то увечья, но при этом никто вокруг не видит и не замечает этого, потому что вы сидите за царским столом. Вы можете быть сломлены внизу, но сверху вы благословлены. Если вы смотрите нашу программу, я хочу призвать вас кое к чему. Библия говорит, что Бог исцеляет сокрушенных сердцем и перевязывает их раны. Когда вы входите в искупительную работу Христа, то вам не только прощаются ваши грехи, но и убирается стыд. Бог обещает выплатить вдвойне за ваш стыд. Грех связан со стыдом за непослушание. И в вашей жизни есть аспекты, которых вы стыдитесь. Имя Мемфивосфея содержало в себе стыд, но царь забрал у него этот стыд. Бог уберет стыд вашего прошлого, стыд вашей юности. Жаль, что иногда люди начинают подниматься по жизни, и чем выше они поднимаются в политике или даже в духовенстве, всегда появляется тот, кто хочет поговорить о том, что они сделали лет 30 или 40 тому назад. Хотя они уже давно прощены за это. Все это было еще до Христа. Если бы люди узнали обо всем, что вы делали до Христа, то насколько стыдно вам было бы. Разве вы не рады, что ваше прошлое прощено? Разве вы не рады, что Иисус искупил нас? Бог обещает никогда не вспоминать наши грехи. Люди могут вспомнить многое, но Бог не будет этого делать. Если вы еще не верующий, если вы никогда не приходили к Господу Иисусу и не просили прощения за свои грехи, то я призываю вас сделать это. Попросите Его исцелить вас духовно, эмоционально и целесно. Для этого вам не нужно, чтобы вокруг вас было много людей. Может, вы живете там, где даже нет церкви, но даже у себя дома. Вы можете призывать Господа, и я гарантирую вам, что вы ощутите Его присутствие, если будете верить в это. Мне показалось, что это было слово для кого-то из наших зрителей. Если это слово к вам, то, пожалуйста, напишите мне и скажите, Перри, слово о сломленности было конкретно ко мне. Я очень хочу услышать ваше свидетельство. Я очень рад, что сегодня я мог поговорить с вами о сломленности и о том, что Бога волнует разбитость вашего сердца и сломленность вашего духа. Именно поэтому Давид и смог оказать почесть этому молодому человеку, Мимфи Васфею. Что ж, спасибо за то, что вы смотрели нас сегодня. Досмотрите нас, пожалуйста, до самого конца, так как вы сможете узнать, где мы будем служить, куда мы поедем вскоре и какие служения вам следует посетить. Надеемся увидеть вас на одной из наших конференций. До новых встреч, будьте благословенны. Это Пэри Стоун. Я написал книгу, которая, возможно, является самой сильной книгой о духовной войне за всю историю моего служения. Она называется «Пища для демонов». День за днем я просыпался в три утра, будучи в городе Тверия, что находится в Израиле, рядом с Галилейским морем. Господь положил мне на сердце написать здесь эту книгу, и я бы хотел, чтобы вы прочитали ее. Она не о величии и закрывать двери перед злыми духами. Я расскажу вам, как связаны разные духи с депрессией и подавленностью. Расскажу, как победить духа немощи, который в переводе с греческого значит «дух слабости». Что насчет постоянной борьбы и бесконечных покаяний в одном грехе? Вы снова говорите Богу, «Я больше так не буду», но перестать вам не под силу. Возможно ли, что дело в духовном демоническом влиянии? Мой ответ — «Да». Что насчет детей, которых атакуют различные духи? Дух болезни. Я расскажу вам о том, как изгонять нечистых духов из людей. Расскажу вам о трех уроках, которые я выучил во время своих битв. Моя новая книга состоит из десяти глав. Покупая ее, вы получаете в подарок диск «Музыка ангелов», ведущий инструмент на этом альбоме арфа. Девять песен помогут вам обновиться и расслабиться. Когда ваши силы на исходе, когда ваше сердце не на месте, послушайте эту музыку. Она поднимет ваш дух, потому что в Ветхом Завете именно звуки арфы принесли освобождение царю Саулу. Моя новая книга «Пища для демонов» и диск «Музыка ангелов» доступны прямо сейчас за ваше пожертвование в размере 30 долларов или больше. Номер заказа FED128. Заходите на сайт «Пэрри Стоун» или позвоните по номеру 188-21 или свяжитесь с нами напрямую. Не забудьте номер заказа FED128. Назовите этот номер по телефону или напишите мне на почту. Скажу еще раз, эта книга является самой помазанной книгой на тему духовной войны в моем служении. Бог открыл мне слово, и я хочу поделиться им с вами. С нетерпением ждем ваших писем. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрели нас. Это новая программа, записанная в Израиле. Не пропустите наши следующие программы и за Иерусалимом. Также не забудьте о наших мероприятиях. Вскоре мы покажем вам несколько отрывков с тех мероприятий, которые прошли у нас весной и в начале лета. А еще мы много путешествуем. Мне 58, 41 год из них я путешествую. Мне очень нравится встречаться с людьми и служить в разных местах. Итак, присоединяйтесь к нам с 4 по 6 мая я буду служить в Гамильтоне, штат Огайо. Среда 16, Монстр, Индиана. С 18 по 20 мая я буду служить в Брэнсоне, Миссури. Год назад мы прекрасно провели там время. А 26 и 27 мая я буду в Майоме, штат Огайо, в гостях у пастора Тони Скотта. С 1 по 3 июня Церковь Искупления Ноксвилль, Теннесси. 11 июня, понедельник, Вимома, Флорида. 13 и 14 июня, Южная Каролина. Собрание в городе Симпсонвилль. А еще я буду в церкви Тодда Ходкинса. Это будет 15, 16 и 17 июня. Это мое расписание, и я надеюсь, вы сможете найти время, чтобы увидеться со мной. Если вы живете недалеко от того места, где я буду, то обязательно приезжайте, потому что в следующий раз я могу быть там лишь через год. Хочу рассказать вам еще кое-что. Я служу уже много лет. Многие из вас знают меня как пророка, потому что это одна из тем, в которой двигает меня Дух Святой. Но я также заметил, что в последнее время Господь открывает мне практические истины для жизни, как жить в победе, побеждать врага и использовать силу Святого Духа. Когда я начал свое служение, то именно об этом я проповедовал до 26 лет. У нас были собрания пробуждения, которые продолжались по 3, 5, а то и по 11 недель в одном месте. И мы хотим видеть тот же Дух Пробуждения, который ломает бремена и возвращает людей к Богу. Я чувствую, что мы очень близки к этому, поэтому я прошу вас молиться не просто за страну и за ее руководство, но за церковь и единство церквей, а также за то, чтобы служители не боялись проповедовать истину, Слова Божьего и проповедовали ее с помазанием Святого Духа. Это поколение хочет быть свободным. Многие люди спасены, но все еще живут в вузах, и Господь желает помочь вам преодолеть это, что бы то ни было. Мы верим, что если вы придете на одно из наших собраний, то это произойдет. Пожалуйста, не забывайте заходить на сайт нашей международной библейской школы. А мы увидимся с вами через неделю. Будьте благословенны. Я хочу, чтобы вы вместе с моей семьей попали на празднование моего 60-летия, которое будет проходить на море на новейшем норвежском круизном судне. Это будет круиз по Аляске, который продлится с 23 по 30 июня 2019 года. За всей подробной информацией обращайтесь на сайт в Бэристоун. Посмотрите, куда мы поплывем. Забронируйте билеты на наш круиз, чтобы попасть на все собрания, на которых я буду проповедовать в этих краях. Вы познакомитесь лично со мной и Пэм. Редактор субтитров А.Семкин